30 марта 2021 года в Верховной Раде, законодательном органе Украины, был такой урожайный день. Состоялось три позачерговых заседания, это внеочередных заседания Верховного Совета, на которых приняли 8 законов Украины, 5 законопроектов в первом чтении и ряд постановлений. Но эти законы коснутся каждого, поэтому так мы их сейчас рассмотрим некоторые. О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам исполнения воинского обовязка, то введения воинского учета, вот 35-53, на допомоге застрахованным особам на период обмеживальных заходов, вот это, что сейчас идет, помощь дать людям, про государственную помощь семьям с детьми приняли, про внесение изменений. Прикинцевые, это приход неположенные, а про приватизацию державного и коммунального майна по объектам большой приватизации. Тут можно на каждый законопроект перейти. Потом еще бюджет в кодекс Украины про админ правонарушения и уголовный кодекс за пожарную безопасность. Это опять за выпаливание травы они там принимают. Про шкоджание, то, что не допуск проверкам по техногенной и пожарной безопасности закон, про государственный демографический реестр и документы, которые подтверждают гражданство Украины, и про присуджение науковых ступеней. Это кандидатов наук, докторов наук у нас сильно много. И вот законопроекты про государственный бюджет в первом чтении, в податковый кодекс, вот это вот налоговая амнистия, видите, это тоже такой резонансный с воинским учетом. Про валюту и валютные операции, про админ правонарушения и в уголовный кодекс, и в уголовно-процессуальной, по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры. Ну, пускай они со своими офширами разберутся, они их не привлекают никого к ответственности. А тут уже народу налоговую культуру навязывают. И постановление Верховной Рады, вот это по экскалации российского, украинского вооруженного конфликта, такая была резонансная постанова про засуджение падей, что под администрацией президента, ну, тоже был вопрос, а зачем было это принимать? Ну, какой смысл в этом вот? Про прекращение полномочий депутата, которого избрали мэром города. Ну, вот смотрите, вот этот вот закон про воинский учет. Тут вводятся потом штрафы, которые будут касаться всех. Вы в пятидневный срок не подали, к примеру, чтобы изменили место работы или лишились работы. Вас могут на тысячу гривен и более там оштрафовать. Или у вас просрочено, а вы в течение пяти лет там медкомиссию не проходили. И это, смотрите, как они долго все раскачивались. Еще 28 мая 2020 президентом был подан закон, как на веткладный, ну, то есть первоочередной. И вот это они столько волынили, волынили. И было принято в первом чтении 15 сентября, а во втором чтении 30 марта 2021 года. И сейчас готовится на подпись председателю Верховной Рады, а потом уже отправят президенту. Ну, это Зеленский этот внес закон, но тут штрафы потом будут большие. Если у вас что-то не так там с воинским учетом, идите сейчас в военкомат, пройдите там, заставят в медкомиссию пройти. Пройдите, потому что сейчас там предупреждение или до 51 гривны штраф. Даже если там потеряли военный билет или тут доведку, что у вас есть. А потом, когда это все вступит в силу, то будет уже, конечно, очень больно, как говорится. А по приватизации тут вот пишет обозреватель политолог, что завершающий распродаж Украины. Вот в первом чтении принят закон про перечень объектов права державной властности. И вот так по такой схеме раньше корпоративизовали в кавычках Укрнавту, что дало возможность Коломойскому доить вроде как бы государственное предприятие как собственное. Все получается просто. Руководит потом не государство, а наглядовая рада. Вот эти вот с зарплатами наглядовой рады, которые ничего не делают, и там иностранцы поприглашали их. И вот все оно. И Укрзалезница, и Укрпочта, и Нафтогаз. Все они хотят вот сделать, корпоратизировать. И все уйдет из госсобственности. И будет потом и вот атомные предприятия, и Укргидроэнерго, и Укрэнерго. Ну все лакомые кусочки. И оператор газотранспортной сети, энергоатом. Ну действительно, что финальный распродаж. Вы можете вот стоп-кадры поделать, прочитать, кто уже интересуется более-менее подробностями, как это все будет, какие предприятия. Знай свое место. И тут пишут, что в комментариях «Скоро мы перетворимось в АТ-акционерное товариство Украина, где граждане будут рабами, олигархи, собственники корпоративных долей». Видите, и в законе про свитун, а ведь выгодовый, окрымый вид властности корпоративный. Ну по этому закону налоговые ставки, они тоже вот этот законопроект, что в первом чтении приняли. Тут открыть, тут они так накрутили его, что если вы там когда-то подавали декларацию, и не задекларировали, и уже не можете иметь право, а другие там могут иметь право, это все тут идут, так оно написано плохо, вот этот закон. Я так просто ради интереса его посмотрел, с точки зрения сам экономист. Все так выписано, 24 страницы в этом законе, формата А4, А вот закон про воинские обязанности, тут вот, что потом в кодексе законов про труд, уже потом на работу без военного документа не примут. То есть тут дополнительный после стан здоровья, это вид повинный, вейсково-обликовый документ. И тут вот эти все штрафы, статьи изменяются, админ кодекса и уголовного кодекса, и военкоматы преобразовываются в центры, там вот по-другому они называются, потом реестр делается. Ну, одним словом, сейчас же подняли воинский учет для рядовых с 40 лет на 50, а потом сразу на 60. И у нас сейчас получается самый высокий в мире возраст воинского учета для солдат, сержантов, то есть даже в Российской Федерации после 50 лет сейчас исключают с воинского учета, а у нас стягают военкомат до 60 лет. И почему так они сделали, чтобы коррупция была, чтобы вот это штрафовали, люди бегали в тот военкомат, ну, какой рядовой в 59 лет там, ну, может быть, военно обязанный? Попробует там человек за 50 лет пробежать квартал, к примеру, пробежать просто вот с небольшим темпом, то у него дыхания не будет, чтобы бежать. Ну, что они вот это сделали до 60 лет? И вот тут это экспертное управление Верховной Рады пишет, что нельзя вносить такими законами общими изменения в админ-кодекс и в уголовный кодекс. Должен быть специальный закон, что это неправильно, что там еще тут неправильно, они тут и по конфиденциальности с реестром, что нарушается. У нас все, никто внимания на это не обращает. Это, видите, столько зауважений тут на 9 листах. Вот так вот оно все идет. У нас только вот эти все, ну, как оно идет, права, человеку штрафы навешивают, навешивают, видели там, и по пожарной безопасности законы, штрафы опять увеличивают за ту траву. Недавно увеличивали, сейчас опять увеличивают. За недопуск на проверки увеличивают штрафы. Ну, сейчас какое там не откроешь их заседание, все увеличение, увеличение идет вот этих штрафов. Просто диву даешься, как вот это все идет, и люди уже ничего не хотят, устали от всего. Ну, посмотрим. Видите, какой перечень заводов. Все, они собрались, три заседания поэта, вот, проголосовали. Идите тогда, добивайтесь своих прав. Да наш народ уже так разобщен, что уже ничего, наверное, не поможет. Жалко, конечно, ну, а что тут поделаешь? Так оно происходит в жизни.